Посмотрим, да, ножи смотрим сейчас, показываю вам, дорогие друзья, инпойнты, а не знаю, кстати, да, но всё-таки Шурилл, ладно, режет последнего игрока, команда Симана, там нил он был. Это получается так, что выигрывают ножевой, соответственно, будут выбирать сторону, я предполагаю, что на КТ стороне не, в общем-то, будут, потому что на КТ, видимо, удобнее немножко на оверпассе. Начинаем. Очень рад видеть оверпасс. Очень рад по той причине, что это одна из моих самых любимых карт, то бишь, если быть точным, скорее всего, это моя самая любимая карта в нынешнем пуле Контер-Страйка. Не было оверпасса, у меня что-то на Home Sweet Home довольно долго, с первой недели. Я что-то соскучился уже. Ты реально очень давно не видел оверпасса, серьезно? Ну, с первой недели, вот там, я помню, был один, и что-то всё. Мы, по-моему, то есть с Громом окометили, то ли ещё с кем-то, или с ментом, и всё, и закончилось. Ну, ладно. Курюф, может быть, пока, ладно, что-то открывается, отлетает моментально, Моу отвечает по Робину сразу. Кеос, правда, а, Кеос выбил Робин, ничего себе. Шриел очень сильно битой. Ну, и не то, что остановили Соман с выходом на Б, они вроде будут продолжать, но как-то замедлились. Ну, окей, посмотрим с вектором атаки. Вроде как у Саймона всё плюс-минус должно быть хорошо, учитывая, что 4 в 4 для атаки это плюс, если грамотно сделают выпад. По гранатам у них ничего, кроме флешки, не осталось. Времени всё ещё есть, целая минута. Ну, контакт может до конца, выход под флеш на втором тайминге, и Томас на обочках моментально сдувается Норбертом, далее минус от Моу, и как-то вот импоинт рассыпается. У Мэти Макс последний остаётся. Забирает одного, второго видел. Пытается понять, где что. Понимаешь, что сейчас по всех сторон отлетает. Отлетает от Криеза в итоге. И 300 баксов тому, кто поставил бомбу, вроде бы успел. Из того, что я вроде бы увидел, опять же. Первый раунд, дорогие друзья, для команды Сыман. Кэфе я бы посмотрел. Сейчас вот важно. То есть Сыман нам задали, может быть, темп на какие-то ближайшие раунды. А посмотрим, а посмотрим. Давай, Саймононпоинт, первая карта. Поехали. Прямо самое то будет. 1.90, 1.85. Сыманонпоинт, соответственно. Но пока близко. То есть пока паримач считает, что ничего не считает паримач. Такие коэффициенты, это называется. Мы ничего не считаем. Пока поставим раун и там посмотрим. Ну я могу тебе сказать так. Просто в связи с тем, что Endpoint очень круто прошлись по датчанам, когда мы вот брали с Сережей вчерашнее утро, вот как бы после этого и кажется, что Endpoint очень хороши, но на самом деле против СНГ коллектива немножко другие правила. Да, возможно, возможно так. Форс раунд от команды Endpoint. Ну, в смысле, ребята пытаются сыграть форс раунд. Пока что получили только по лицу, хотя бы не погибли. То есть пока 5 в 5 для Endpoint это, конечно, ну, по факту только плюс. Пока что только плюс. Опять же, ребята из команды С1 пытаются зондировать почву под вэплентом. И он получает в лицо что-то минус с почками, минус вторая. Без почек тяжело жить, но спичиха, по-видимому, возможно. Не то, что неаккуратно даже, просто как-то настреляли по нему. Ого, Томас после пропрышки забирает игрока на шарте. И, в общем-то, приятный, приятный старт такого вот форсбая, учитывая, что и Нилан действительно не фуловый. И как-то вот теперь нужно будет выкручиваться. Иначе... Ну, сатмоу есть по окрушалу. Далее промах от Робина. Робин упал от Келза в размине. Теперь Аплент открыт. Опорником уже точно двойка на приемку. И вот Майти Макс взрывает трех очков Нилана. Но времени достаточно, чтобы поставить бомбу. У меня поставят пакет, ребята. Ну и теперь пистолеты против, собственно, калашистов с бомбой. То есть время идет в пользу команда Сэмана, а не наоборот. Для инпоинтов это страшная тема. Я вижу, ребята покидают... Ущелье чемпионов, так сказать. Будут сейвить. Судя по всему, на экораунде будут с СМГшкой, Диглом, Чешкой и... Диглом. То есть СМГшка либо Диггл Томас будет кому-то скидывать. В итоге будет четыре не-дефолтных девайса. Не-дефолтных относительно первых пяти висков в голах. Так что экораун будет частично сильный, да? Вот я хочу сказать, потенциально частично сильный. Но Сэмана все равно забирает второй. Так, Томас, ну вот, снова начинал хорошими хайлайтами. Я вспоминаю, просто вчерашний игровой день он, да и в целом, там Крушел, Робин очень неплохо подали. Я бы сказал, что Инпоинт пока рано списывается с счетов, друзья. Как вот к первой закупке подойдут, а там уже и посмотрим. Ну а пока для Саймона не то чтобы легкая прогулка, но экономику нужно как-то выставлять. Иначе у вас там 2600, 2400, 1600 и это все хую. По Шрилу немножко прошлись. Опять же напомню, да, какая здесь история получается. Это экораунд, но так как сохранили некоторые девайсы, ребята из команды Инпоинт, они могут быть гораздо опаснее, чем кажется сейчас. То есть, например, третий раунд для Сэмана может быть непростым. Вот вообще даже не близко непростым. Но Норберт уже делает опен. Пупе. На бочках погиб человек. И получается то, что уже вот гораздо легче. Ну, по ситуации на карте мы видим, что Саймоны после опена не сильно торопятся с выходами. Пытаются рассчитывать на более, на более такие вот поздние тайминги. Аккуратно все вычекивая, раскидку подготавливая. Ну, их осторожность, как правило, в общем-то и оправдывается. Тем более, что на б-базе сейчас чистый. И если, ну, опять же, чистый случайно Норберт там окажется, то это будет очень, очень круто. Ну, все, еще четыре человека у команды Инплоинт. На планете ребята трутся, видите, да? Что там происходит. То есть ставка чисто на Инплоинт. Просто, просто потому что, потому что. Вы только с пистолетами, как бы, вариантов у вас нет. Вы кидаете ей монетку. Но бомба идет на Б через монстр. Это одновременно означает то, что монетка сейчас не удастся в плане выигрыша в раунде. Но убили одного человека. Хотя, насчет выигрыша в раунде, подожди. Если они сейчас будут перетягиваться и типа давить до конца, так как это у них третий. Или не будут? Или вы сохраните вторые арморы? Потому что я вот вижу, Крис, да? Тут будет пасти вот эту всю малину. Забрал первого Мэйти Макса. Забрал также Томас в размене свой Калашников. И на пассейт теперь уже тоже можно уходить по времени. Жир какой-то, посмотри для команды Инплоинт. Галилу украли. Калаш украли. СМГ-шка, по-моему, была СМГ-шка. СМГ-шка была. Два человека Сымана потеряли. То есть это не просто Эко, повторюсь, да? Это прям опасное Эко было. И теперь и самим бы не отлететь еще. Денег-то особо нет, а то у чуваков. Да, они раунд берут, но ты посмотри на деньги. Типа 6, дай бог, 3 700, у Моу, например, осталось. Если кто-то закупится, да, но Инплоинт прям проигрывай раунд, делают очень хорошие вещи. Пытаюсь я вот это, дочитать информацию, кстати, на основного состава. Да, все-таки подписали официально Моу и Криза. Саймоны буквально вот на днях. Ну, то есть, вот как оказался Шрид в СНГ коллективе, вопрос интересный. Ну, посмотрим, посмотрим. Пока видно, что, в общем-то, хорошо справляется и 3-0 счет. Не проблема для Саймон. Ну, вот первая закупка защиты теперь. Есть ЛПУ Крушева. Матимаг занял воду. Возможно, его тут даже не дочекают. Ну, посмотрим, как будет. Пока на ранних таймингах никто не погиб, ни у тех, ни у тех. Будут думать ребята из команды СМАН, что конкретно делать уже на девайсном раунде. Потому что у Инплоинт девайсики есть. Что-то сохранили, кстати, сохраняя себе деньги дополнительные. А с Галилом тяжело получилось. Обратный спрей. Не совсем все пули полетели туда, куда надо. Если бы спрей сейчас контролил прям как надо, то Киос погибли, скорее всего. Кстати говоря, Шурил забирает Норберта. 4 на 4 боевая ситуация пока что. Битый очень сильно кейс, очень сильно битый. Но пока живой. Спасибо, что живой. Не особо-то и удается пока как-то нагнать темп Саймоном. Видно, что очень медленно на атаку. И по сравнению с тем, что было раньше, в действительности выглядит как-то неубедительно. А крушал, тем временем находят еще один минус. Падает Киос. Время уходит из-под ног. Саймон и будут, видимо, до конца уже пытаться как-то базово пробить, но... Ушел Милан, да. 15 секунд буквально у людей остается. Как все быстро меняется на самом деле на карте. Два человека остаются в команде Инпоинт. Один вне позиции. О, крутится. А ты отменил, а ты мог поставить и там... Ну это в итоге погиб, да. Ну то есть, а больше вариантов нет. Довольно дикие приколы сейчас были на Апланте. То есть ситуация поменялась дважды ровно. Привернулась в гробу, вот реально. Причем буквально за 10 секунд. Сначала одни почти выиграли этот раунд, потом вторые уже обратно да выиграли этот раунд. Да, ну и конечно расклад, только что у нас был на базе, что-то сложно. Но пока, но вот смотрите на закупку Саймон до конца, до нулей. Просто МАК-10, Калаши, врыв под базу Б, но это мы уже видели однажды. Сурил закрывает Кеозу на приемке. Далее Бомбсайд вроде как под контролем, но Норберт забирает Мэйти МАКа, размену Сурилу. А Крис забирает также Сурилу. Сурилу и репик от Томаса продолжает носить свои коррективы. Делает уже хэд-трик и в общем-то спасает положение. 2-3 ингпоинт, легкая приемка базы Б. Да, согласен. И с деньгами большие проблемы у команды Саймон. Вот сейчас уже на ровном месте. Буквально потому что действительно очень хорошо Томас позакрывал здесь оппонентов. Позакрывал оппонентов. Пистолеты не дефолтные, местами дефолтные от команды Саймон, потому что денег походу вообще прям не хватает, не хватает. Так, ну, подгорели немножко на моле, как Крюшел понимает, что надо уходить. Немножко замедлился, могло бы быть опасно, но товарищи прикрывают, насколько это возможно. Потеряли двоих. Неприятно для ингпоинта. Реально неприятно. Томас квадрокилл, но это эко. Неприятно для команды ингпоинт. Но в любом случае это для них третий. Минусы есть. В процессе, да? Но это третий. Минусы в процессе, это штука такая. Штука такая. Будем наблюдать уже за реализацией очередного байпа, потому что авик у мова присутствует. Надо будет сравнить. Повести параллель. С на этом команды инпоинт. Ну, а пока контакт наводим. Мэти Макс снова очень глубоко забредает здесь. Но Норберта он спалил раньше. Билл-таков. Опен для защиты, что он однозначно является плюсом. А вот Нилон моментально забирает Сурилла. Изначально занятие два воды. Теперь уже может стать некоторые проблемы. Тем более, что Кирилл забрал Крушелла. Про второго он вводил, он в том числе, в курсе. Вернее Крис, а не Киос. Но я тоже начинаю, как некоторые у нас товарищи. Путать буковки. Надо постоять. Надо посидеть. Бомбера вот эти взрывают леса бомбера. Не совсем получается второй здесь дозбрить. Томас Мэти Макс. Томас сейчас выдаст кредит в банке Келзу, да? Хотите? Хотим! Забирайте проценты 999 и ваша жизнь. Мэти Макс забирает Моу. Криос остается последний. Пытается справиться с оппонентами. Очень точная стрельба с Эмки длинной. И, соответственно, со штурмовой закрывает. Рад возвращению кольта. Честно признаюсь. Безумно приятное орудие. Убивство террористов. 4-3. Польза команды Inpoint. Так, экономически Саймоны стараются. Стараются, стараются понемножку. Дальше, дальше захотят по поводу розыгрыша дефолтов. Постребим, просто бери где-то не хватает. Ну и плюс индивидуальная форма Томаса, как я уже говорил, с вчерашнего игрового дня сохраняется. Это все. Однозначно радует. Но, с другой стороны, у атаки, посмотри, гарнат просто всего ничего. Дверь, клашей. Ну, да, а ты что хотел? Две. Ну, то есть две, да. Это прям не всего ничего, а прямо две. Но, как бы, Кео захватает пуль, собственно, свинца, чтобы накормить им Томаса. Томас на... Отпалили подъем, они знают про пески. Осталось выберить пески и... Никаких проблем. Два человека остается у команды имплейн против четверых оппонентов из команды Симан. Один человек остается у команды имплейн против четверых человек из команды Симан. И это Crucial. Что в переводе с великого английского языка. Что-то типа... В контексте очень важный. Ну, то есть в предложении, например, It's Crucial for... Та-та-та-та-та-та. To do... Тра-та-та-та-та-та. Вот. И вот он настолько важный, что сейвится около банка. Соответственно, забирает Кеоза. И АВП, скорее всего, себе сохранить. Потому что остальные ребята не придут сюда. Но это пятый для команды имплейн. Ой, Господи, говорю, это четвертый для команды Симан, прошу прощения. Ты все правильно сказал. Пятый раунд для команды имплейн. Ты мне сейчас правильно сказал. Не, подожди, подожди. Денег-то у них нет. Как-то нет денег. Кто-то сказал, нет денег. В плане, они сейчас забавятся, но как бы не всем все хватит. Посмотри, да? То есть вот перекид, ламасики. Ты как в воду углядел, Жень. Сейчас пятый раунд будет имплейн. В общем, сценарий Евгений открыл. Не обращайте внимания. Коэффициент от нашего коллег из паримача 187-187 сейчас был. Поехали дальше. Крушево пошел в мид. Возможно, опять же, выиграет снайпевскую дуэлю, который нет конкуренции в плане атаки. Там нет АВП. Ну и по гранатам этот раз Саймона несколько интереснее выглядит. В разы я бы даже сказал. И, соответственно... Ну вот, неужели снова прибегнут на базу Б? Да вот как-то вот база, штука, конечно, рабочая. Но реализовывать его и расстановится очень-очень тяжело. Пока 5 на 5. Ранние тайминги не сработали ни для одной, ни для второй команды. Монстр запушен командой сама, но задает позиции назад под катушки, обратно. То есть этот тайминг тоже не получилось, да? Взгреть, зайти прямо на каналы, прямо до упора. Ну, там, не до упора, не обязательно. Взойти, там, взгреть кого-то, уйти обратно. Нет-нет-нет. Старается аккуратно что-то те, что те играть. Сама она держит себя в узде тоже, это заметно. То есть не прямо сейчас вот, ну, сейчас атака. Ну, нет, не атака. Потому что надо договориться, чтобы сделать это правильно. Защита закрывает монстр с макком. Ребята перетягиваются на лонг, нет, не перетягиваются. То есть бомба уже идет совсем по-другому. Может, тут это бананы, теперь до сих пор непонятно, это будет Б или А. То есть это до сих пор банана, может быть, эндерпасс на Б. Ну, вроде как А. По таймингам времени не так много, так что эндерпасс на Б это уже прямо здесь и сейчас. В противном случае их просто здесь порвут, а их и так порвут. Куршел вместе с Робином по фрагу оформляют. Уже 5-3. Ну, в общем-то, Жень, как 3-говорил, 5 за импоинт. И, в принципе, все. Да, сценарий я уберу, друзья, подальше. А потому что он у меня открылся перед глазами. Листики, знаете, так, б-б-б-б-б-б. Я просчитал случайно просто. Как бы я не хотел, простите, я не хотел. Стехую. 5-0. 5-0. 5-0 для команды Эндпоинт. Все, правда, все так. 5-4 получается, действительно. У меня тут денег у команды Сыман. У Киоза есть, но под один калаш. А, у Нилана есть еще, окей. Но под один калаш, под два. Калаша играть не буду. В теки, надо теки. Учиться теперь надо играть с теками. Под один калаш все-таки. Теки. О, слушай, а хорошо, а мне нравится. Опять же, что из этого выйдет? Ты знаешь, я нет. Сурел. Что-то как Саймона разыгрывают. Смок или молик монстра? Ни то, ни то. Пока что от него не летит. Мол забираю чуть-чуть пацанку на Б. Хорошие флешки от команды Сыман. Вторая хорошая флешка от команды Сыман. Можно как-то работать. Один получается работать. Господи, вообще не получается работать. Вот тебе и атака на Б. Причем, нет, задумка клевая. То есть, понимаете, как бы, идея неплохая. Когда вы уже неоднократно ходите на Б, я думаю, что даже самый неочевидный товарищ сможет принять бы нормально. И пистолеты только команды Сыман. Три игрока одетых, гранат нет. Нечем инфраструктуру выстраивать по тактическому преимуществу, по позиционке придется опять мясом наломаться. Эх, бедаль. Бедаль, говорю, печаль, тоска, хотел сказать. Сказал, бедаль. Это слово печаль вместе с бедой введем в месте. Новое слово на русском языке, друзья. Бедаль. Бедаль у команды Сыман, потому что Криос погибает от подсадки Томаса. И четыре бедных пистоличка остается у команды Сыман. Да, падает еще и Нила, но учитывая, что вроде как, если сейчас контртрейст не потеряют девайсов вообще, то это очень крутой буст по экономике. Чаймоус бомб и падает в монстре. Ну, все идет ровно на это. То есть даже один фраг для Саймона сильно с моей погодой не сделает. Вот один фраг, два обмен. И Норберт последний. Норберт попытки с Дегла попасть. Ну вот и залетает. Норберт падает. И семь четыре экономика бустится. У КТ просто до небес. Вы посмотрите. Десять тысяч почти. Девять восемьсот, девять пятьсот. У двоих игроков я увидел, успел. Пять подсадка для Томаса. Хорошо работает. Ровно все летит. Буквально первых пуль хватает, собственно. Если бы дальше, может, неровно летел, это уже неважно. Человек выбил, как бы, этого достаточно совершенно. Семь четыре. У Сыманов что-то вот после четверки не получается. Спица, эндпойнты их. И там, и сям, и везде вообще гоняют. Как не знаю, кого. Так, ну, по ситуации нужно выкручиваться, потому что это не делалось им, собственно, пики до четыре затрака. Но увери, скажете, все не так уж и плохо может оказаться по итогу, но... Выглядит так себе. Сурил в коннекторе. Его, кстати, Крис должен здесь ловить, но почему дабыл? Ладно. Вопросов нет. На доверие я бы даже что-то так сказал от Саймон. Сейчас, если бы Сурил просто вышел в мид, он бы убил одного в спину и, скорее всего, второго. Но не вышел. На плент. Дальше бегут ребята из команды Саван. Снайпер очень опасный. В смысле очень агрессивный. Ножка. Отмыл отлетел. Ну, агрессивно было. Робин начинает нервничать. Отходить назад. Где твой Бэтмен? Господин Робин. Ходишка, может быть, на мусорник пролетит нормальная. Закрывает Робина. Робин все равно сгорает. Два человека на четырех террористов. Очень тяжело. Кто может? Да, хорошая стрела. Да, забирает одного. Да, может быть, забрал бы и второго. То есть почти, может быть, и получилось. Но нет. Мэттемакс последний на мусорнике стоит. Получает дважды в жбан с прострелом сквозь стенку. Воллбэнк. Тут как бы все понятно. Иногда так... Это реально так работает. То есть вообще позиция типа стандартная. То есть... В голову-не в голову мог бы реально отлетать. От того, что его просто простреливает насквозь. А вот тебе и разворот-поворот. Сейчас, Саймон, возьмут этот и следующий кряду. И, в общем-то, победят в первой половине. А давай-ка я его посмотрю. Мне прямо интересно, как поменялось. Рано еще. Рано. Симона. А, ты меня? Ну ладно. Симона возвращается просто. Прям реально интересно. Ну, подождем раундик тогда. На ранних тайминках никто не погиб. А, стоп, стоп. Крышел. Ооооо, это залет. Лопнулся. Лопнулся. Есть минус от Мэйти Макса на Кризу. Далее размин от Робина по Ниона. Ну и все. 4 в 3, 4 в 2. Робин забирает Кеуза. И как бы круто раундки начинался с Де Саймон. Они все свое преимущество растеряли. До свидания, Норберт. И мы его последний остается. Ай-яй-яюшки-яй-яй. Ай-яй-яюшки-яй-яй. Вот так вот. То есть вот буквально... Ай, как неприятно, конечно, здесь получилось. Здесь команда Саймон. Как же неприятно. Теперь кафе становится еще интереснее, походу. И, видны, мы здесь последний. Денег у него, наверное, не очень много. Ну держи. Ну на. Получай. Да, да, да. Давай посмотрим. Во, смотри, 1.35. 1.35 на Интпоинт, 3.05 на Сыма на первую карту. О-о-о-о. Это интересно. Вот это интересно. Прямо. Это сок. Для Саймона этот сок. Ну то есть пятерка, это не так плохо. Видали и хуже. Видали и хуже, согласен. Но прекрасно понимаю париматч. Почему 1.33 на Интпоинт? Прямо вот прям чувствую, о чем они думали, когда писали эти кафе. А о чем они думали? Тут что-то... Ну, ты видишь, какие неаккуратные Сымана, да? То есть на первой плане, может быть, Интпоинт возьмут и восьмой, опять же, сейчас возьмут. Нет, о чем думали париматч? Ну, посмотрели динамику происходящего и подумали о том, что Сыманы еще несколько раундов, скорее всего, проиграли бы. Из ближайших, да? И поэтому такие кафы, вот об этом думать. В смысле, какие кафы поставить, проиграют? Ну, походу, да. Походу, проиграют. Ох, как хорошо залетает здесь, да? Окей, 8.5, тактическая пауза для Саймона и до конца первой половины два раунда, из которых... Хотелось бы на 6 выходить, а то и на 7, но, опять же... Против таких Интпоинт довольно сложно. Да. Я здесь сейчас согласен. Ну, помню, друзья, пик команды Саймон. Сыман, нужно. Там ВП, тем временем, в нижнюю сетку улетели. Отклала от DreamHack. Ну, выбрали, что выбрали. Ну, то есть, в смысле, что за выбор-то ругать. Будем надеяться, что пройдут там. Потому что, если там не пройдут, выйдет так, что выбрали... Ну, придут, ну, от третью неделю. Да, как бы выбрали то, чтобы как бы отлететь. Ну, не то, чтобы отлететь, а вышло так, что отлетят, а так могли бы еще, может, и финал пройти. Может, победить еще могли бы. Зачем раунд 14 на первой половине. Интпоинт Саймон, Интпоинт взяли первая половина. Но Саймон есть пятерка. Они попрытаются. Попрытаются взять еще раз. Еще раунд. Так, Майти Макс Аркада на воду, постоянная. Причем, болт Флэшбайнд, как вообще просто двоих. Просто двоих. И Келза с Кризом, правда, по разменам, Томас также встревает. Перепалку. Келза, мол, вдвоем. Ну, вот смог, который их палит. И это, конечно, боль. Что ж. Томас Келза забрал, мол, последний. Понимаешь, что бочки не попал. Если бы левее, попал бы. Там простреливается, да, это бочки. А это авапа. Тут, типа, материал пенетрейшн, армор пенетрейшн. Гигантский, конкретно Келза, самый большой в игре. Если я правильно помню, мол, забирает Робина. Этого недостаточно. В этом вся проблема. Он один раз. Яс, потому что он попал, очень интересно. А, ну, ну, неплохо. Это неплохо, да. Эх, мол, ну, удачи тебе, друг. Потому что бомба лежит очень удобно. В упоре человек. Прям в упоре попал по ним. Кстати, крышу промахнулся. Слушай, подожди, это интересно. Ну-ка, стоп, стоп. Успел взять чешку. Успел взять чешку. И, вы знаете, вы же помните, да? Вы играете в Counter-Strike, ребята, в чате. Какая-то часть из вас. Вы же прекрасно помните, да? Что такое взять чешку в руки. Это вот это пока ты достанешь. Три с половиной секунды анимации. Успел взять чешку. Важно было это отметить. Ну и последний раунд первой половины. Кому же он все-таки достанется здесь? Мы видим, что Саймоны имеют некоторые задумки касательно атаки. Но вот с реализацией всего... Ну, всегда не хватает чуть-чуть, да? Казалось бы. Клачи. Именно сильные индивидуальные игроки присутствуют. И вот хорошие два опена сейчас на базе B. Моу по Анилуну, в общем-то, хорошо постреляли. И в целом... Ну, вот с заходом на базу еще и Томас отлетает. Не, ну это да. Здесь пока не совсем получилось в Индпоинт. Неплохие муа от Симан. Неплохие в плане резкости тоже. То есть, нагрузили радио сообщение, так сказать, команда Индпоинт. Многочисленными сообщениями. То, что, а, господи, там-сям... Та-та-тарам-пурум, вот это все. И не совсем Индпоинт исправились с набегом. Собственно, казахским. С набегом казахским, друзья. 9-6 заканчивается половина. Ну, видите, да? Вот эти раунды от Симан. Посмотрите после первых трех. А если бы не первые три? Ну, вот, типа, а если бы? Посмотрите, как тяжело идет все, что угодно, кроме первых пистолетных форсов-антифорсов. То есть, просто еле-еле. Четыре раунда от Индпоинт. Бам! Ух, взяли! Ух, слава богу! Три раунда! Бум! Ух, взяли! Два раунда! То есть, у нас получается математическая, космическая шутка. 4-3-2. Как бы, как-то фрактал такой забавный, что ли. Вот. И... Ну, и вот так вот. И я не знаю, что как на второй половине будет. Сама она будет защищаться, конечно. Удачи им с этим. Он, может быть, на КТ-стороне будет поприятней. Может быть, Альпой будет тяжеловато. Да, да, вот здесь огонь. И так много потеряют, конечно, но разгоняться им нужно именно с пистолетки. И Саймона должны это прекрасно понимать. Так, на атаки. Ребята из команды Индпоинт вот поменяли, да. У нас ход, а то было не совсем визуально удобно. Сейчас все в порядке. Ранние тайминги не сделали на пистолетке. То есть, супер аккуратно стараются Индпоинта играть. Издали проверяют катушки насквозь монстр. То есть, прямо супер-супер издали. Если какие-то поджимы от защиты, поджимов от защиты нет. Робин на шарте. Кеос за иксами. Пытается опять же, зачекает дгу. Он заспотал выход с туалета. Панга также не дочекал парня. И моментальная ротация от КТ игроков через фу-пу. Кеос досадные промахи, которые могут стоить каунды. То есть, он фифрак только что, в общем-то, потерял на ровном месте. Это правда. Пакет поставлен. И окопались на аплантет. До черта террористов. Как это выбивать? Флешка одна есть от Криза. Ну, просто вот как это выбивать? Понятно, что пульками. Понятно, что флешкой. Понятно, что дофискиты есть. Но, черт возьми, так тяжело вообще. И нарываются, нарываются на галакиста. Галакита удобно же, черт возьми. Ты просто берешь и шьешь, шьешь, шьешь. Стреляешь, стреляешь, стреляешь. Время идет, и идет, и идет. Все меньше и меньше КТ сторонников КТ движения, так сказать. И уже прямо пик-пик-пик уже пикает. И умирает еще один. И последний остается. Такая паника у Криза. Просто, боже мой. Вы посмотрите. И уже патроны кончаются. То есть, в этом проблема Юспа. И Робин-то погибнет. Бог-то с ним тиммейт, кстати, от команды. Эс-поинт. Энд-поинт. Друзья. Это вот одна из проблем на пистиках, если КТ-сторона не успевает сбрить кого-то с Т-стороны до того, как они ставят пакет. То есть, получается, типа, пять чуваков окапываются на пункте под свою же бомбу и попробуй их оттуда выкури. Они там как тараканы сидят. Ну и что, форсбайд за защиту. Кеос с деглом, как и остальные его четыре тиммейт. Ну, три тиммейт, конечно же. Ладно, мол, со скаутом в целом. Отрабатывать здесь прожимками до от Норберта и, возможно, даже очень удачно, потому что инфеон здесь соберет немало и, к тому же, в случае надобности сделать, минус будет поинтереснее. Довольно важный форс от команды Сыман. То есть, много ответственности на него положено. Сейчас мульки раскидывает атака, заходит уже через канал, через монстр на каналы, проходит каналы, выходит на флоту Б-Плента, Крушел забирает Селуса, отлетает от Нилана, позиционил на известное. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Какая жесть. Еще, еще. Еще не, не получилось, но прямо на из-вобь. Ну, вообще, если говорить на чистоту... Да, один-один. Я просто так чему? Вот на самом деле, у Инпоинт очень большой такой вот процент проигрыши форсам, но при этом... Подожди, 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 смотри, нет, подожди, кто из них. В смысле, я промолву, это он знает. Окей, норм. Продолжай. Так вот, есть проблема у Инпоинт с форсами, и видно, что вот Томас, он не первый раз уже, в принципе, смотрит за тем, как нужно разменивать своих оппонентов, и ему это реально удается оформить. Но вот с тиммейтами вот что-то не получается. И вот если бы исправить вот ошибку с форсами, то они бы, наверное, и вчерашний день гораздо лучше бы закрывали. Ну, а сегодня, как минимум, уже против Саймон проблем было бы раза два, мне кажется, меньше. Нету денег в команде Инпоинт, форс на все. Тяжелые пистики, соответственно. И три флешки плюс мочок от Робина. Против тяжелых девайсов, ну, СМГшек тяжелых девайсов будут играть. Не очень удобно, не очень приятно. Нужно позиционное преимущество выбивать мясом, по факту. Хотя можно через флешки попробовать. Тикс. Затишье перед бурей на минуте времени. Учитывая, что ответный форт Линдпоинт Крушел тут возможно сейчас. Соберет выражая на базе Б, но Крис вместе с тиммейтами очень нагрязывается гранатами. Крис. Рефик монстра. Вот как раз таки трейсера от пули, Сырил падает монументально. Четыре человека остается у команды Инпоинт. Тяжелая боевая ситуация, флешки ездят, пара флэх. Можно, в принципе, через них сработать бомба, что-то загуляла. Одна. Бомбер, ты не хочешь, например... О, ты не хочешь вообще ничего. Это забавно. Но все равно люди кончаются у команды Инпоинт. Чуть-то отпустил номер бомбера. Хотя он и не знал, что это бомбер. Он понимал, что это игра. И все погибают. Окей, 5-0. Ну, то есть вопросов, типа, нет. Потому что просто идеально, как бы, сыгранный раунд от команды Сэмонт. 10-8. Нету денег по команде Инпоинт. Потому что это был... Кута форс раунд от команды Инпоинт. Соответственно, как вы понимаете, равный кафе от наших друзей с примач. Видите на своих экранах прямо сейчас. А история экономики атаки все еще не наладилась. Да, там пистолеты без армора. Абсолютно голые глаки. И врыв на мид-то от Саймонт умеет фармить. Вопрос лишь, сколько урожая они здесь унесут. Мы осмотрим. Крушел. Нарберт уже забрал. 4 на 4. Чтобы кого-нибудь. Закусали. Закусали. Моу. Украли калаш. Перекинули швырила калаш, потому что у него больше хп. В принципе, так как он голый, то перекинули крушел обратно калаш. Так как они голые, то вообще-то плевать на самом деле. Типа чистый урон будет в белой проходить. То есть две пульки. Крушел, например, надо крушел погибает. Калаш, до свидания. А ты шурил, вот взял и отдал. Можно, кстати, убить третьего. Вот прям сейчас. Оп! Близко было. Кеос выжил, но было близко. НТ. Раунд разницы. Потому что британцы смогут и раскачаться, потому что в целом тайм-аут для Саймона сейчас. Не endpoint, именно Саймона берут. Скучаю я уже по крикам. Вот сколько мы без криков сидим? Ну, меньше недели. А уже как-то вот грустно стало. Не, мне отлично вообще. Задолбали крегейти. Нет, я хочу, чтобы КС был экшен. Не, мне очень нравится. В смысле сам давать. Потому что мне с него легче всего и удобнее всего стрелять. Но это проблема. Мне не должно быть легко. Потому что я знаю свой уровень стрельбы. И если мне легко, значит что-то не так. Это как лакмусовой бумажкой. Это как маркер. Понимаешь, как бы, если тебе легко, это не значит, что остальным не легко. Согласен. А то, что девайс простой, это не минус, а наоборот даже плюс. Но нет, не согласен. Потому что как раз механика, боевая механика гана в Counter-Strike именно этим и хороша. То, что у каждого девайса есть. А теперь мы смотрим на стоялого до последней минуты и никаких крутых хайлайтов с Крига. Скучнее стало играть. Подожди, не, может быть надо, чтобы он просто появился. Вообще, в принципе, может его чуть-чуть подавно, чуть-чуть как-нибудь попозже. Потому что, если ты не заметил, то почти все скопнутые девайсы, кроме АВП, и скаута сейчас вывели из игры. Аук, идеальный. Идеальный девайс. Просто 3-300. До сих пор офигенно с него залетает. Отличный девайс для защиты. Ну, неплохой вроде. Отличный. Ну, опять же, это с моей стороны. Я как бы не про, но... Ну, попали, услышали. Подожди, в смысле ты не услышал, ты попал по телеку, по телеку, по телеку ты попал. Пук, звук, ты попал. Но... Что? Что-то ты попал на телеку. Ты звезда. Думать о... Путь отступления. Бурна восстанавливается. Ну, теперь тут точно делать особо нечего. Без позиционки и каких-то дополнительных. Банки есть у Соман. Можно частично разыграть. Меня номер один интересует. Это Томас. Вот он. Ага. Это Томас. А вот теперь я бы сказал, что сейвить надо. Ну, они и пойдут. Ну, это я уносит вместе с Крисом по девайсу и, в общем, будут пытать счастье дальше. Двадцать втором. Пока я не шоу угоманиваю из полевистов. Вы дождались, дорогие друзья! Великий Панхаймерс не зашел на ваши головы. Тот, кто грешен, не уйдет! Жень, успокойся, Жень, Жень. А что, что, что? Это не Тор. Успокойся. Не уйдет? Ну, не уйдет же. Не уйдет от наказания! Преступник будет наказан. Да. Погнали дальше. Одиннадцать девять. Сомана пока что в двух раундах позади от команды Инпоинт. Но, в принципе, все впереди для команды Соман. Милан частично тут со своими ребятами разыгрывает фейзовскую разыгровку. Кериган Рейн. Если быть точным. Разыгровку из второго состава команды Фейз. И она пока никак ничего не делает. Но тут бомбер. Вот он вот. Здрасте, приехали. Да, правда ненадолго. Кстати, Мол тоже включается. Он там и должен был быть. И сразу размер, и сразу размер на размене. И вместе с этой команды Инпоинт. Я говорю, фейзовская разыгровка. Самое забавное, что посмотри на пакет, где пакет. И фейзовская разыгровка. Прямо полностью получилась. А где Мол? Не да получилось. Мол, ты что-то оставили, он погиб в итоге. Причем целая минута. Это все может быть так же, как и ББАЗа, так АА. Да, со спины уже летит на ноге условно. Криз, но успеет ли он? О, подожди, подожди по таймингу. Можно интересно кризис играть. Кейзу, если сыграть по таймингу. Кейзу, да, я путаю. Криз последний остается. И вот теперь уже сложно. То есть вот сейчас позиция Кейзу реально классная была. везде такая история не расстраивайтесь все образует но пока 12 9 так там еще один напрашивается на 600 легко пока эти зима грядет грядет буря 12 9 тем самым временем на оверпассе между in point as a man показ свой пик сама на немножечко немножечко проигрывает и поэтому прямо считает что пятерка вот хлопнуть на сам он прям на эту карту будет очень хорошо 1 15 на команду in point друзья а я как же как же тяжело денег нет с мальчиком сейчас до под 1 калаш украдены они с мимикрируют автомата калаш не по его героический типа граната есть пистолеты дополнительные сильные есть калаш есть только они на к этой стороне поэтому из мимикрирует потому что калаш не покупается на к этой стороне но дело в том что они играют против супер сильных девайсов против кучи гранат против 2 арморов то есть это либо по головам ты шастаешь либо ты страдаешь сарел нажидают аркады в коне и очень серьезная ставка от саймона в плане зажима 2 воды 2 коннектора при условии того что если в миду сейчас в миде в миду будет ошибка то аббат забудет просто открыто ну что ж около 6 пытается выжить пытается крис выжить выживает норберт и теряет правда ребят из кого нас и ман калаш ходит семью хп это очень опасная тема бобу инпоинта надо забрать мол умер сзади не получилось вообще среагировать лонг на цепи лимит у грамотного снайпера при этом 40 секунд времени нужно теперь понимать чего вы хотите от этой всей ситуации крис пошел в аркаду банана очень таймингово занимает позицию в упоре его чеку позиция томаса очевидно падает опорник а перетяжка через страх уже есть от тел за времени 20 секунд двигайтесь в темпе начать или под флешкой в итоге keo за бомба ставится на дугу и хороший раунд для саймона превращается в проблемный раунд для саймона потому что у него на 5 процентов здоровья что ему поможет в этой ситуации но только удача шарел против него на хаешка ну хотя у шарел это нормально на самом деле все с хп у него ненормально флешка не он пугается берет коллаж руки начинает давить очень сильно начинает давить потерял самообладание нашел самообладание обратно время кончается до физки то есть флешку последнюю кинул да 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 там прямо один плевок и он уже сядет потому что просто сядет вариантов нет а ты ты не убежишь ты убежишь ты убежишь ты не смог run for a стран 13 9 же не дышит но еще один таймал для саймонов потому что игра совсем не клеится до конца первая карта остается всего ничего нужно резко резко думать да это ваш пик это причем то карта которая обычно на которой обычно фишки показываются то есть это нестандартный мир аж на манфер на какой-нибудь это прям вот фишечные пики чисто под конкретного шишки есть а если найду до трейн кстати говоря одна тоже из таких карт это третья карта если мы до нее вообще доберемся в принципе с ван за последние месяцы на дасте в официалках в официалках две карты сыграно в этом составе в официалках напомнение нет и не означает то что они не проколись скремились с какими-то собственно ребятами с которыми не проколись примесь надо стифрам но статистика не утешители на вторую карту надо на первое что-то делать я на первое что-то делать тут как-то не получается ну оттягивается назад под план ты в общем-то после первых таких вот таймингов решили открыть для себя более гибко и решено видимо на коне тут очень опасная стрельба время пострелять между нами пальма пальбу выигрывать именно него но хоть что-то команда сам он пока что в плюс open есть делал очень сильно битый 17 по у него осталось но пока нормально банан горит догорел бананы point и могут продолжать дальше двигаться по до плент если они хотят это делать в углу по 90 на ланге стоит норберт моу пасет кстати тот же самый он между прочим по данник вот это вот вот это плохо он не понадобится то есть даже если в упоре есть один из игроков атаки ему нужно только дойти до план то и это уже какое-то время займет похоже на то что in point вообще могут просто уходить на сейф у них нет денег три человека что вы пытаетесь сделать на банане а у ее его что вы пытаетесь делать на банане я понял типа резкий врыв в тайминг когда противник вообще не ожидает притяг с б бежит как можно быстрее но верт получается справиться с томасом здесь два человека остается мать и макс и крушел по бомбе очень тяжело надо ставить ближайшие какие-то секунды даже ничего не остается крушел закрывает норберта что вообще происходит пакет уже поставлен боже мой что просто произойдет британец британец не справился вы лагерем next time как говорит скручил остается последний 1 3 сейчас произойдет мама доходится бомба они прошу прощения бомба не доходится почему-то мне это очень сильно показалось так еще раз ты куда смотрел совсем за камаз если он прям вот-вот вот он в упоре только что выстрелим только что вы снимок или фарган только что вы я знаю я я на что оправдание хочешь правда да давай смотри короче смотри получился что такая нет послушать значит существует такая игра была правильно что существует то есть вот такая игра была ранд но крис зашел в нее увидел там персонажа который умеет кидать сверки телепортироваться через эти сверки мне тысячи километров до тебя эти да тебе эти на я дайду тебе пояснить хочу за базар если честно 14 9 дорогие друзья за урон там везде задумайся 14 9 in point пока впереди нету денег соответствующих команда simon закупились пистолетами не дефолтными для того чтобы хоть что-то хоть что-то просто в принципе сделать но сейчас уже это будет очень тяжело частично одетый но без гранат так на аркада мидом от мол выглядит очень многообещающие увидят три спины здесь и тетя 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 1 пошел крышу отлетает далее еще и минус от криза вот вот есть минус от мэти макса рубин забирает мол в целом работа я пересценил он остается втроем против таких же трех ребят из команды in point но атака с девайсами один калаш киос украл может быть очень это поможет команде сама шилл пасет пасе вот выход с интерпаса там калашист и чешечник калашист и чешечник сейчас будут выходить смотри и бомбы тем временем на бы аккуратненько это все так идет шевел заметил что-то пытается сбежать байтит на себя внимание бежит дальше ребята сейчас поставим за хлопцы цепекла смотрю жизнь плохо и теперь 11 по пунктам но слышит слышит крис но у него чешечник чешечник вылетает все же сегли исправляются чешечник имела остается последний может обидеть стать оппонент почти попал вот прям так близко было но все еще нет и он получает на мхп и и умер от макет макс я знаю что ты хотел это сказать я просто тебя с языка сорвал ну хорошо я не против принципе ну и по факту 6 раундов разницы саймон и нужно нужно браться сейчас ну понятное дело что overpass сторона защиты если стабильно не отыгрывать в дефонсе туда начнутся проблемы в общем-то за этим мы наблюдаем на протяжении вот именно клачи там 35 ситуации когда преимущество получено но потом не аркады где-то проседает стрельба и ты уже все рассыпаешься причем рассыпаешься на очень глупых вещах маленькие осколки но глупых и на маленькие осколки крышел закрывает мол но он гепа джим не удался последний идея пытается сэмон вырвать из своего кармана погибает налоги еще родин то есть лонг вдвоем просто умер сейчас он на гранате можно поймать на сниматься уже а все равно убил что-то мне кажется это попахивает жареным камаза я не знаю своим пиком друзья и картошечкой да с маслицем вообще хорошо киоса крис вдвоем остается против пятерых практически мертвый раунд на самом деле да киоса и брайдш вилла да хорошо бомба поставлена время теперь начинает играть на команду in point у них есть еще несколько флешек и молик и смог и снайпер и господи иисусе все такое у них нет закрывает ялаза крис нас мусорника будет играть максимально насколько возможно по звуку услышали то что его порошили и соответственно по инфе уже дальше продолжили 16 9 это даже не тотал больше 26 5 как раз на 2 равно собственно меньше клачки есть получил балл но с богом как говорится очень и очень грустная история жизнь ну то есть